Миграционный кризис в Европе стал причиной политического кризиса в Латвии. Парламент страны объявил, что республика больше беженцев принимать не собирается. Хотя с этим решением согласны далеко не все. Против выступил лидер партии «Единство», заявивший, что если Рига не откроет двери для мигрантов, то Латвии укажет на дверь Евросоюз. Тему продолжит Евгений Эрлих. Ни одного дополнительного беженца. Это не популистский лозунг, это позиция двух из трех правящих партий Латвии. Первоначальная страна должна была принять 250 беженцев. Латыши, скрипя сердце, согласились. Но на прошлой неделе Еврокомиссия увеличила квоту до 776 человек. И тут местные политики взорвались. Союз зеленых и крестьян сказал категорическое «нет». Никто не имеет права навязывать нам беженцев. Ситуация с иммигрантами в Европе резко изменилась. И если закон не отвечает новым реалиям, пора менять этот европейский закон. Вообще надо сперва говорить о том, что надо поменять европейское законодательство. И тогда, если будет какое-то изменение в законах, тогда уже мы будем соблюдать новый порядок. Но пока такого порядка нет. Это вообще просто такое давление. Еще более радикальная позиция у национального объединения. Латвия и так уже страна номер один в Европе по количеству мигрантов и натурализовавшихся здесь лиц без гражданства. И мы считаем, что Европа должна признать наш уникальный статус. И при распределении квот по беженцам надо учитывать эти обстоятельства. Иными словами, националы приравняли беженцев из Африки к негражданам, к русским латвийцам, не получившим паспорта. Таковых здесь почти 300 тысяч. Вряд ли Брюссель согласится с такой постановкой вопроса. Но в Латвии налицо правительственный кризис. Правительство обязано выполнить требования ЕС. Но оно не может. Но обязано. Преступление в Евросоюз Латвия подписала союзный договор, ряд положений которого выше латвийской конституции. По поводу эмиграции сказано, что ЕС осуществляет общую политику предоставления убежища на принципе солидарности. Иными словами, один за всех и все за одного. Теперь Латвии придется объяснять, почему вдруг она сама за себя. Таким образом, латыши оспорили свои же европейские принципы. И что теперь делать? Отказ, о котором призывается сейчас национальное объединение, может случиться только в случае выхода из Европейского Союза. Потому что в противоположной ситуации мы получим беженцев. Но наша репутация в Европе, мы будем в очень строгой изоляции. Поскольку все остальные вопросы, которые будут касаться наших интересов, к ним отношение европейских стран может быть такое же, как наше отношение к беженцам. Единственная партия, которая за прием беженцев, это Виену Тиба. Солвита Аббалт, ее лидер, всерьез полагает, что именно сейчас Латвия делает свой выбор. Или страна остается в ЕС и принимает беженцев, или принимает сторону националистов и говорит «прощай, Европа». Это не те националы, которые были, скажем так, 10 лет тому назад. Это действительно принципиальные. У них Евросоюз и европейская интеграция вообще не имеют как таковые какую-то ценность. В этом смысле, если они увидят, что действительно на нас давят, тогда я думаю, что вот именно такой евроскептицизм и даже вопрос о выходе из Евросоюза может быть поставлен. Официально Латвия заявляет, что у нее просто-напросто нет инфраструктуры для приема беженцев. При этом все латвийские политики понимают, что 776 человек по квоте – это капля. Но все боятся, что за ними придут другие, другие и другие. В Евросоюзе кризис. Евгений Эрлик, Данил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро РТВА.